Привет, это Ребуарно. На одном из моих последних стримов мой подписчик Блиц, через донатик, за что ему огромное спасибо. Присел меня посмотреть уже третью серию второго сезона, в озвучке от Неадеквата Рекордс, мультфильма, мультсериал Адский Босс, и ох уж эти бывшие. И многие что-то говорили, что им серия не особо понравилась, а по-моему это одна из лучших серий, потому что, по крайней мере, она рассказывает про предысторию моего любимого персонажа Мокси. Вот, поэтому давайте глянем. Уверен, будет что-то крутое, ну, по крайней мере, потому что я смотрел уже, естественно, просто не в этой озвучке, но с новой озвучкой, думаю, будет что-то новенькое, так что поехали. Вас предупредили. Окей. Царь? А, хе-хе-хе-хе. Бабах, бисексуал-универсал. Знаешь, взвесился сегодня, значит. Так. Эх, и, кажется, я сбросил два фунта за эту неделю. С фунта сколько? Всем насрать. Я совсем не ср. Какая она злая. Как там кнопка-хуёбка? Я обычно так говорила всегда. Ну, и вовсе. Пас говорили, что он натурал, но это не так. Вот, а искали она антипривычник. Все хорошо? Не особо походу. Эх, 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 какой подходец. Просто наткнулась на бывшего. Так. Ну, какого? Он все трепался, что у него теперь есть деньги, и светлое будущее, и хуй побольше. Стоп, че? Стоп, че? Больше, чем раньше? Раз, когда я вижу его тупую рожу, мне хочется просто взять и... Ты разбиваешь все здесь, хватит громить кабинет. Умейте, блядь, у меня клиент на проводе. Простите, сэр, я все соберу. Что это? Что это? А, исследования научные. Просто собери их, окей? Я потом все рассортирую. Так, давайте-ка проясним. Вам совсем не нужно, чтобы мы шли на поверхность для этой работы. Верно. В этом нет необходимости. Блин, его голос почти здесь как у нас. Это один и тот же человек, а значит, принять вас и вашу команду в моем особняке. А, вам нужно убить кого-то в аду. Только должен сказать, таким мы больше не промышляем. Я сообщу детали по прибытию. Это касается моего предприятия. Уверен, оно будет стоить вашего времени. Ууу, зловещик. Ладно, не важно, какой адрес. О транспорте я уже позаботился. Быстро он прилетел прямо в тот момент, когда он сказал про транспорт, да? Хватит ломать окна! Я ее насрой. Бедные дети! Даже в детям в аду плохо от этого. Таксист от бога, блин. Припарковался прямо где надо. Только не надо. Так. Так. И залщисти? А, и залщисти, и упругалщисти. Не думаю, что это хорошая идея. Все нормально будет. Теперь шевелите с зайницами. Так. Это штука безопасна? Нет! Нет! Не волнуйтесь, мы профессионалы! Я так дашел на паузу, как будто он сказал, нет! Ты, ты, я! Ангарный лифт 03. Ремонтные работы. Логотип мамона. Музыка классная. Охренеть, бедный чувак. Да ему уже пофигу, он уже труп хватит его резать. Так. А дедырки-то где? Не Mafia Town. Добро пожаловать в вы. Без мафии нет, тут никакой мафии. Хе-хе-хе. Да-да-да. Мы верим, мы верим! Мамаме нет мафии. Я верю, какой мафии нет. Ненавижу это место. А, да, это ж твой родной город, так ведь Макс? Да, к несчастью, я вырос вот там и поклялся, что никогда не вернусь. Мы туда летим. Куда мы летим? Что? Блиц? С кем ты сказал, мы встречаемся? Да-да. Я уверен, просто какой-то богатей, который захотел обсудить дела у себя на хате. Как? Как тебе повезло, блин? Нет, 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 нет! Почему там трубы так коптят? А вот и он! Мой мальчик! Мой мальчик! Иди сюда и обними папочку! Папочку? Так меня называть может только Макси. Так мы тебя так не называли, мы переспросили. Если не заплатите... Ребята... Так ты нам платить должен, мы сюда приехали. Это мой отец, Кримсон. Сэр, это мой босс, блиц. И моя... Милли! Я его жена! И какая красивая жена! Макс, где же ты прятал такую красотку? В смысле, нигде я не прятал, она самовсида была. О, я уверена, что он бы познакомил нас. Если бы вы не были мрази! О, наверняка. А ты должна быть блиц! Так он же так тебе и представил уже его. Не вслух. Верно. Много хорошего слышал о вас и о вашей работе. Да ну, и что за кренюс про меня Макси? Я тебя убью Макси, не нарывайся нахуй! Ты че дурак, он даже ничего не сказал. Нет, нет, нет. Отовсюду. Кажется, ты зарабатываешь себе популярность, парнишка. Да ну. Ну да, пора бы наверное народу заметить мой талант. Вот этот смех. Мне нравится твой настрой. Ну, надеюсь, вы проголодались. Мы приготовили вам шикарный ужин. Да, показывай. Почему ты не познакомил меня с отцом раньше? Что он... Знаешь, просто повода никогда не было. Эй, вы двое! Шевелитесь, не то остынет. Слушай, слушай, Миля, поговорим об этом позже. Лучше надо было ее в курсе ввести. Чтобы она понимала, какой он человек. Ну, Блиц, всегда работал убийцей. А, нет, нет, не всегда. Долгое время я работал в цирке. Шоу-бизнес там. Шоу-бизнес. Хорошие деньги. Ага, как неуютно-то, да? Зачем мы пришли? Сэр. А вот клик его знает. Макси. Я воспитывал тебя лучше. Ты же знаешь, дела до ужина не обсуждают. К тому же, мы ждем кое-кого еще. Че, кого тусушь? Мудака. Щас. Че? Помнишь бывшего, про которого я рассказывала? Это и мой бывший тоже, блин. Ха-ха-ха-ха. Так. Какие у меня сегодня два больших экскурс-воссоединения. Как же мне везет. Какие его руки для меня. Че, с ним встречался? Ага. Было дело, но обычно я трахаю половину всех, кто со мной в одной комнате. Что, блядь, издеваетесь? Есть кто-то, кто выебыл вас обоих? Ха-ха-ха. И почему это не я? Я все было очень давно. И я все еще помню это, словно это было только вчера. И начинающий мафиози. Я прекрасный и экстремально сексуальный силач. В каком месте ты силач, в каком месте ты сексуальный? Ты не заметил, что ты в дом мафиозника зашел? Хе-хе. День. FBI Open Up. Нихуя. Ты никогда не рассказывал мне об этом? Потому что это херня, я не хотел об этом говорить. Я не очень люблю обсуждать эту часть моей жизни, но... Я повстречал часа во время своего посвящения в семью. Наши глаза встретились с разных концов комнаты. И в нем было... Это что-то... Что-то такое... Притягивающее. Не знаю, по-моему, он был мудаком и остался мудаком. Ты че, Макс? Эээ! Какая стремная улыбка. Перекрестным огнем. Скажи своему бате, я это продавец. Я не могу перестать думать тебе. Мокси, ты потрахишься мной? Моггси? Я думал, просто Мокси. Полирует ствол вместе. Хе-хе-хе-хе, какая жесть. Прошел вовсе 84 года. Ну вот так. Сколько? Хоть что-то из этого вообще было. Восемьдесят четыре года? А че так много? А, про гитань. О, да! Ну, он не рассказал о том, как его измазали в конце. Тем не менее... Мерзость. Все изменилось, когда мы пошли на ограбление. Ай! Ублюдок. Мразь. Он тебе, блин, спас, а ты нахер? Козлища. Вот что значит любовь. Для мудаков таких. Обидно. И тут они познакомились с Блицем. Так. Кстати. Здесь похоже то, что никого нету на второй полке. На второй кровати. А потом мы увидимся. Это странно. Так. За что сидишь? Ладно, ты у нас, значит, молчун, да? Ах, я Блиц. О, не вслух. Уверен, мы хорошо поладим. Так. Кто-то есть, чего делаешь? Кого ебешь? Ты спецпапушка? Ты похож на того, кто бы расстрелял целый офис. Да ладно, что-то как-то не особо он похож. По-моему, он миленько выглядит. Это так, потому что у меня есть план, как свалить из этой дыры. Но мне нужна помощь. Протянешь руку помощи. Мне нужна к дочке. Нянька убьет меня, если я скоро не вернусь. Но я не могу. Он сразу понравился. Да, слишком болтливый. И когда я выбрался, я никогда не оглядывался. Охо-хо-хо-хо-хо, ща она тебя порвет. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Это агрессивно, неловко. Да, ну блин, ее понять-то можно. Я, вы хотите знать, зачем вы здесь? Да, так в чем дело? Типа, вы знаете, что мы убиваем людей на земле, и мы не принимаем контракты на местных. Так что, если вы хотите вести с нами дела, то вам придется. Я не хочу вести дела с ИМП. Я хочу вести дела с Мокси. Мной? Да. Мной? Я призвал ИМП, чтобы убедиться, что ты придешь. А я бы не пришел, если, например, то что бы тогда. Мы принимаем Чаза в семью. Что? Принимаешь в семью того, кто предал твоего сына. Батик год не иначе. С каких пор кто угодно может войти в семью? Ну же, Мокс. У тебя были обязанности, которые мне пришлось разгребать, когда ты ушел. Так ты, блять, босс, поэтому разгребай. А Чаз облегчит мне работу. Стой! Я думал, ты всегда ненавидел его. Ну, не знаю насчет ненавидел. Ты называл его жопоебом без друзей и говорил, что мы живем как гомосеки. Ну... Так, почему... Ну, я был неправ. Как ты неправ, подожди, ты же был прав, разве нет? Как бы, ну, как бы они же и жили как, ну, да. Тебя здесь долго не было, Мокс. Люди меняются, как и час! Да! Такой не человек. Я вырос, повзрослел. И недавно я стал миллионером. Ну, знаешь, по большей части повзрослел. А, лады, лады. То есть этот друг оёк без жопы получил немножко лавэ, и внезапно наше время перестало чего-то стоить. Ну, я полный комплект. Если вы понимаете, о чём я. Нет, не понимаю. У меня большой хуй. И чё? Какое вообще это имеет отношение к Мокси? Завтра будет проходить церемония. Мокси официально откажется от своего места в организации. Затем можешь продолжать игнорировать свою семью, сколько тебе влезет. Так. Может, он бы не игнорировал свою семью? Если бы она была нормальной. Чтобы его не заставляли корешиться с никчёмным акулием уебаном. Пас, слушайте, все расслабьтесь. Я знаю, что... Чё ты лыбишь в серию, блин, а нас с тебя нафиг вы распутрашиваете. ...сегодня напряжные. Поэтому, почему бы вам не остаться на ночи, не отдохнуть? Завтра проведём церемонию и можете уходить. Я подготовил вам комнаты. Да, сэр. Мокс? Боится его. На минуту, Мокси. Подожди минуту, Милли. Скоро буду. Ха-ха-ха-ха-ха. Что? Так. Думаешь, что теперь слишком хорош для этой семьи? Что? Подойди. Я... Я не понимаю. Так ты ж мразь, блин. Ты можешь просто так просить семью и не возвращаться? Ошибаешь ли, Мокс? Единственное, в чём ты прав, так это в том, что тот не выносимый сцеком не может вступить в семью. Только если не поженится. Поженится? Ну, на кой? А ты как думаешь? Нашей семье нужны эти деньги. И пора бы твои... Да нет у него денег никаких. Никчёмной заднице принести хоть какую-то пользу. Сэр, я уже женат. Я не могу. Ты думаешь, мне не насрать на... Да мне тоже как бы насрать, пошёл нафиг. Твой брак. Ну же, Мокс. Я даже утрудился переделать дом под интересы подобных тебе. Поздравляю ей. Какая гичь. За кого ты меня дерзаешь? Что? Гейм нравится подобное дерьмо, разве нет? Какая жесть. Я бисексуал. Да? Гей. Эх, ты ёбаный рот. Во-вторых, я не знаю никого, какой бы то ни было ориентации, кому понравилось это. Да, это никому не нравится явно. Тут хуи и стен растут. Ладно, блице понравилось. Слаби. Смотри на глаза, парень. Так или иначе, ты будешь делать то, что я. Я тебе, блядь, скажу. Не зли меня. Не будь ублюдком. Так, а в простых людей, что ли, настоящих? Капец. Сам стреляет, сука. Мама у него классная была. Жалко её. Мразь. Ну, блядов. Пусть это будет тебе уроком, Мокси. Вот, что случается, когда меня злят. Иди спать, Мокси. Там, походу, на дне дохрена трупов, блин, жесть какая-то. Скорее всего, вся вода уже вообще отравлена. Хотя, блин, они живут на таком кругу ада, где всё отравлено. У тебя завтра важный день. Жесть. Да, сэр. Ау, ещё, Мокс. Если ты ещё хоть раз будешь мне беречить, ты та милашка, что ты привёл сюда. Та милашка нахрен у вас всех порвёт. Я надеюсь, что под его стулом такой же скачет сейчас. Не особо в порядке. Прошу, не волнуйся, дорогая. Ты можешь рассказать мне о чём угодно. Да? Да. Всё нормально. Мы партнёры, Мокси. Да это всё мой отец. Всё в порядке, правда. Завтра всё закончится. Блин, милая сцена очень. Ладно. Люблю тебя. И я тебя. Спокойной ночи. Тебя расплачет. А ещё музыка включилась, потом выключилась. Как тебе новый интерьерчик? Пошёл отсюда с моей комнаты. Камзон. Просто свалей отсюда. Да ладно, Мокс. Нам здесь было так весело. Ты помнишь? Я женат. Час. И даже если бы не был, я бы никогда. Что никогда? Не дал бы мне... О, еее. Съездить тебе под хвости. Ты такой мерзкий. Просто отстань от меня. Я знаю, чего ты хочешь, Мокси-Попси. Чего же я хочу? Я хочу, чтобы ты свалил из моей комнаты и дал мне спокойно поспать. Как насчёт заряженного сексуальностью музыкального номера? Не надо. Эй. Иди к Блицу, ему это нравится. Ты всегда обожал. С экстремально гор... Горча. С музыка. Вот у него хвост, конечно, жёсткий. Неплохой микрофон. Сразу с вейпом. Чувствуй, что ты чувствуешь, что ты хочешь почувствовать мои чувства и почувствуй тебя... Чего? Секс-фу. Да. Секс-фу. Что за херня? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха... Горячих эмоций тебе наличит... Макси, хочешь чпокси? Чтоб я подведал чпо ежовки? Я ей попробую удовольствие with a boss Почему ты все это терпишь? дай ему по лицу и свали отсюда Ха-ха-ха-ха, хорош! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так и надо было сразу. Так. Хм. Блин. Совсем тупой, я не понимаю. Обычно это работает. Второй... А вон второй раз не сработало, нихрена. Хоть с кем-нибудь, да? Конечно, да! Я не сомневался в тебе, Блиц! Да чё ты плачешь, блин, она в соседней комнате, всё нормально будет, чувак скоро. Ой, милота. Фотка со свадьбы. Небольшой хуй, небольшой хуй. Как он себя любит. Окей, уёбок, нельзя так хуёво трахаться и при этом отхватить двух симпатяшек. ХОРОС! Я знаю, что ты что-то скрываешь. Трогай, трогай, трогай. Так. Хм. Хахахаха. Так. Ой. Предупреждение, чё там? Предупреждение о выселении Слушайте, даму дела А чё здесь не перевели ничего? Или там и так на было? Конфетки Мастер план часа А, мастер, мастер план Арендовать костюм, убедить Крима, что я богат Жениться на Мокси, чтобы попасть семью Профит Ах, блин Как он проснулся так быстро Согласен, это было отвратительно Так Эй, эй, звезда дня Готов приступать? Погодите, а где Блиц? Я видел, как он шел наружу Говорил что-то вроде Подушать свежим воздухом Или что-то такое Не, Блиц так не говорит Может сходишь за ним, чтобы мы уже начали Сейчас вернусь, милый Ты чего нос повесил, парень? А ты как думаешь, блин? У тебя ж сегодня свадьба Кусок говна Лучший день в жизни У меня уже был такой лучший день в жизни Я не хочу еще один Мне хватит О, сука Хорош Че слышал? Прости, я не расслышал Из-за того, что ты ноешь, как сука Я сказал, что отказываюсь Всю свою жизнь я боялся тебя Но я не собираюсь бросать единственную хорошую вещь в своей жизни Просто чтобы ты смог сохранить свое чувство власти над всем Милли, хорошая женщина Лучше, чем я заслуживаю И нет ничего, что пугает меня сильнее, чем причинять ей боль Даже ты Я ухожу, папа И если ты или этот герпесовый шут Попытаетесь остановить меня То ты лично узнаешь Насколько хорош я стал в своей работе Это, блядь, страшно Но сейчас я его, по-моему, заткну, да? Теперь позаботься об остальных Не позаботиться Друзья? Уже никто О, мерзость Тебе подарок В платье Почему он в платье? Ты сказал, что все места будут заняты Бедный чел Ему прям понравилось Что происходит? Эта дырка-совратительница хочет жениться на Мокси И он даже не богат Мокси! перепрыгните обязательно надо под музыку проехать два места ты еще не понял на кого нарвался лишь меньше было так и не паса попробуй ой мерзость это ты зоро я пошел уже это злая Какие-то проблемы. Забирай. Конечно, блядь, а то б тебя тоже сгрохнули. А что насчёт моей смолок? Это шопа моя. Кстати, по-моему, стоит знать, сейчас даже не богат, окей? Проверьте его тачку. Он не пал вас, как полных дебилов. Пакеты, лошары. Мы женат. Капец, прям в горло. Твою фумерзость. Зачем порт тут сидит? Милли, спасибо, что спасла меня. Ты великолепна. В следующий раз просто скажи мне, что твой батя психопат. Это и так было видно. Я справлюсь. Что? Я рад, что всё хорошо закончилось. Обожаю их. Хорошо знать, что у нас у обоих батя непутёвые Мокси. К тому же, я смог выебать вашего бывшего. Ну разве не круто? Теперь мы все трахались с одним парнем. О, господи. Теперь у вас наконец-то есть что-то общее. Ой, блин. Так. Надеюсь, это как-то ещё разовьют в конце. Ой, в конце, в следующих сериях. Блин, но серия, естественно, офигенная. Мне прям очень понравилось. Потому что, как я сказал, я люблю Мокси. Это мой любимый персонаж. И было интересно посмотреть на его предысторию. Короче, очень круто. Вот. Огромное спасибо, естественно, неадекватным за то, что они озвучили эту серию. Прям это офигенно. Я дубляж люблю гораздо больше, чем за кадр. Вот. И поэтому это офигенно. Вот. Спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте поджимать бобенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.